Всем привет! Совсем недавно ребята из XDA или HDA, как многие его называют, смогли откопать раннюю сборку Android 10, Android Q, который еще многие называют Android Kunduzbek. Они каким-то образом сумели установить эту прошивку на Pixel 3 XL и немного поковырявшись там, нашли некоторые интересные фишки, о которых мы сейчас и поговорим. Поехали! Я люблю говорить поехали, я чувствую себя немного Гагарином. Константин Гагарин. Новая версия Android будет поддерживать темную тему на системном уровне. Знаю, многие производители уже внедрили эту фишечку, фишулечку, в свою облочку, но Google пошли дальше. Теперь даже сторонние приложения будут поддерживать темную тему, то есть вы устанавливаете какой-нибудь WhatsApp, например, и он тоже будет темненьким. Толерантность. Meizu пытались в бета-версиях Flyme реализовать эту фишку, но дальше экспериментов компания не пошла. Функция будет находиться в настройках дисплея. Там же можно будет настроить время включения этого режима, чтобы, например, он включался только в ночное время. И согласно исследованиям Google, этот режим может экономить до 60 процентов заряда. Не знаю, насколько это правда, но в ночное время глаза будут уставать намного меньше. Вторая крутая фишка в новом Android это десктопный режим. Опять же, у Huawei и Samsung это уже давно есть. И, к сожалению, ребята с XDA не смогли протестировать эту фишку. Она тупо не запустилась. Но, на мой взгляд, все будет выглядеть примерно так же, как это выглядит сейчас в Chrome OS. Ни для кого не секрет, что компания уже давно пытается сблизить максимально эти две операционные системы Chrome OS и Android, чего стоит только поддержка андроидовских приложений в Chrome OS. На мой взгляд, это будет реализовано намного лучше, чем у той же Huawei и Samsung. Потому что, когда какая-то фишка поддерживается на системном уровне, это намного круче. И даже бюджетный смартфон в будущем, возможно, сможет заменить вам полноценный ПК. Спанчбоб. 2018 год стал годом утечек. Если у нас эта проблема, ну, немногих беспокоит, то на Западе это весьма актуально. Google озаботились этим и решили немного подкорректировать настройки разрешений, выдаваемых приложением в Android. Теперь в настройках приложения мы видим все разрешения, которые мы выдали данному приложению. Там же можно настроить, чтобы приложение имело доступ к определенным датчикам и данным только во время запуска этого приложения. Теперь чуть проще. Вы запускаете Telegram, кстати, подписывайтесь на наш Telegram-канал, и это приложение будет иметь доступ к камере и к микрофону только тогда, когда оно запущено. Кстати, вы, наверное, замечали, что время от времени, когда мы говорим о каких-нибудь вещах, мы заходим потом в Instagram, и Instagram пихает нам рекламу той самой вещи, о которой мы совсем недавно говорили. Приложения нас слушают, чтобы выдавать более актуальную для нас рекламу, но Google решила с этим бороться. Появилась настройка уведомлений, теперь можно настроить время, на которое они появляются. Это нужно, к примеру, для того, чтобы вы успели ответить на какое-нибудь сообщение в том же Telegram. Подписывайтесь на наш Telegram-канал. В шторке появилась кнопка Sensors Off, она отрубает всякие датчики, к примеру, датчик освещенности, гироскоп и так далее. Ну, то есть это продвинутая версия автономного режима. Always On Display теперь будет в голом Android по умолчанию. Несмотря на то, что он присутствовал уже в смартфонах Pixel, в голом AOS P Android его не было. В режиме разработчика появилось множество опций, включающих в себя активацию и настройку многоконного режима, в том числе поддержку окон произвольной формы. Также появилась возможность выбора драйверов для игр и блокировки в случае утраты доверия к устройству, чтобы это не значило. И, наконец-то, в голом Android появится возможность записи экрана. В стоковом Android появится возможность записи экрана. Я... Список фишек на данный момент не такой большой. Все-таки сборка ранняя. И многое добавят до релиза, многое добавят после релиза. Но давайте сейчас поговорим о том, что мы, команда Stupid Mad World, ждем от нового Android. Во-первых, жесты. В девятом Android появились новые жесты, которые оказались не всем по душе. Например, наш Макс яростно бомбит от того, что когда он пытается открыть многозадачность, у него открывается меню. Или наоборот, когда он пытается открыть меню, у него появляется многозадачность. Ну, блин, это же по-ублюдски сделано. Мы ждем новые жесты, которые будут реализованы, ну, хотя бы примерно так, как это сделали Apple. Google, вперед! Во-вторых, Material Design. Уже прошло более полугода с того момента, как Google на своей презентации обновила гайдлайны Material Design 2. И, блин, всего несколько приложений потери-потеря-потеря-потеря. Всего несколько приложений даже от самой компании Google поддерживают новые гайдлайны. Остальные приложения выглядят, как ублюдское мать его старье. Ну, блин, серьезно. Почему не сделать все приложения в одном дизайне и все их анонсировать одновременно? Одновременно с релизом нового Android. В новом Android я жду, чтобы Google все-таки взялась за это дерьмо и обновила оставшиеся приложения до Material Design 2. Мало того, я жду, чтобы Google пинками заставила разработчиков подтянуть свои приложения до новых гайдлайнов. Google, вперед! В-третьих, Google камера по умолчанию. Я задолбался уже на все смартфоны устанавливать через root Google камеру. Она реально подтягивает качество фотографий до более высокого художественного уровня. И почему бы Google не взяться за ум и не жадничая поделиться новыми API со всеми пользователями? Google, вперед! В-четвертых, мы ждем нормальную реализацию многозадачности. У нас, вернее, у большинства членов нашей команды смартфоны имеют 6 и более гигабайт оперативной памяти. Но когда мы запускаем Chrome и какую-нибудь простую игрушечку или просто заходим в контакты, Chrome выгружается из памяти. 6 гигабайт, мать его, оперативной памяти. Google, ну блин, ну серьезно. Но уже пора нормально реализовать многозадачность в Android. Приложение тупо выгружается из памяти. Зачем? Шо, что бы, Вася, ты шо вонишь? В-пятых, мы ждем реализацию нормальной мультиаконности в Android. Несмотря на то, что 9-ый Android Android Pie уже давно поддерживает мультиаконность, невозможно до сих пор нормально включить YouTube и параллельно листать ленту Instagram. Мы хотим нормальной мультиаконности, чтобы каждое приложение ее поддерживало. Google, вперед! В-шестых, контроль рекламы на устройствах. Сейчас немного поподробнее. Xiaomi стала первой компанией, которая стала внедрять рекламу уже в свои устройства. Далее уже была российская компания, у смартфона которой крутится реклама на экране блокировки. И, на мой взгляд, если это удешевляет устройство, то пусть это будет, но пусть Google это регулирует. В Xiaomi, например, можно встретить рекламу по увеличению члена без покафона и SMS. Ну, зачем это? Ну, что это такое, на самом деле? В-третьих, поставить какое-то ограничение, чтобы, например, смартфон дороже 100 баксов и там не крутилась реклама. А до 100 баксов пусть реклама, но не в таких больших количествах. Мы, как канал, который топит за доступные устройства, не против этого, но чтобы это хоть как-то регулировалось и чтобы был хоть какой-то лимит на количество рекламы. Если это сделает устройства хорошие и более доступными, то почему бы и нет? Пусть будет. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите в комментариях, какие фишки ждете лично вы. Ну и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok